Уважаемые студенты, сегодня у нас первая тема нового занятия. История движения АЛАШ. Запишите тему вопроса и вопросы. Нажмите на паузу и аккуратно перепишите. Что представляет собой вот это движение? Зачем мы изучаем? Для чего оно нам нужно? Что представляет собой введение в эту дисциплину? Вот эта учебная дисциплина понадобилась прежде всего для того, чтобы понять истоки нашей национальной государственности. Для того, чтобы определиться в каких параметрах, в каких местах и в каких городах выросло это новое политическое и национальное движение. В советское время во всех исторических факультетах, в том числе и Казахстана, движение партии АЛАШ ОРДА, или национальное движение наших интеллигентов, оно подавалось прежде всего как движение ультра-националистов, национал-шовинистов, которых поддерживала Англия и другие империалистические страны. Но на данный момент тот материал, который мы располагаем, это говорит совсем о другом. И изучение этого материала началось ни сегодня, ни сейчас. Конечно же, вот такому негативному видению движения АЛАШ ОРДА, это было сделано специально большевиками, потому что их идеология алашевцев на Казахстан играла в свое время очень большую роль, очень большое влияние она имела, алашевцы имели. У них были авторитетные лидеры, эти авторитетные лидеры создали правительство, эти авторитетные лидеры создали казахскую милицию, первые вооруженные силы, публицистские вооруженные силы. Они создали первую нашу казахскую национальность. И советская власть все время пыталась стереть ту национальную государственность, которая существовала не только у казахов, азербайджанцев, грузин и других народов, до советской власти. То есть, правильна должна была быть только советская власть. Но история расставила все по своим местам. Все-все-все изменилось. Но надо сказать, что история этого движения, оно все время существования советской власти пыталось его замарать. Деятели этого движения пытались замарать, сделать приспешниками империализма, сделать приспешниками нацизма и так далее. Что же хотели алашевцы, кто они были? Алашевцы, они оказались теми людьми, которые поняли веление времени. Всю, конечно, того образования, которое они получили. Большинство из них получили блестящие по тем временам образования. Это и Санкт-Петербургский университет Алихан Бухиханов, лидер этого движения. Это Ахмед Байдерсуров. Это и Санжаров Свиндиаров, военно-медицинская академия того времени. Это и другие деятели, которые были юристами, офицерами и происходили в большинстве своем. Из знатных семей Казахстана и в первую очередь из Чингизина, из Тюремени. Эти люди в большинстве своем и не надеялись, и не собирались становиться на политическую борьбу. Они собирались быть, хорошо служить родине, хорошо служить своему народу, быть просветителями. В основном, вот такие перед собой цели ставили, так же, как и любой интеллигент того времени. Европейский, российский или еще какую-либо. Но все изменила революция 1905 года. Именно перед революцией и в период революции произошла такая политизация общества. И алашевцы хотели сделать для народа, они понимали, что для того, чтобы добиться просветительства, настоящего просветительства, настоящего просвещения народа, для того, чтобы добиться для них каких-то благ, нужно, чтобы было какое-то свое государственное объединение. Какая-то такая рамка, внутри которого они могли бы существовать, они могли бы национальную культуру поднимать и делать все необходимое для того, чтобы народ развивался, общество развивалось. Потому что колониальные власти России, они оказывали всяческое противодействие любому освободительному мысли, освободительному движению, освободительной мысли, новым школам противодействовали. Они не хотели просвещенных, подданных со стороны русского Туркестана. И вот все это, вот это противоречие, оно как раз и стало тем моментом, которое поставило этих людей перед выбором. И эти люди сделали выбор не самый, может быть, хороший для их жизни. Они могли бы быть хорошими, и впредь они могли бы быть хорошими инженерами, учеными, врачами и так далее, и жить хорошо, но они выбрали политическое движение. Движение, которое заставляло их все время быть напряжением. Они попадали время от времени в тюрму, на них насылались различного рода репрессии царским правительством, и так далее, и так далее. Но вот эти люди были очень совестливыми людьми. И они хотели и понимали, что только так, с помощью именно создания политического движения, можно чего-то добиться. Чего же они добивались? Российская империя в своем административно-территориальном устройстве не была равномерна. В нем были черты и федерализма. Дело в том, что были многие районы, отдельные области, края, которые имели статус автономных. Но самым большим автономным статусом обладали две вассальные территории. Это Финляндия. Она была под протекторатом России с 1801 года. И часть Польши, которая отошла к России после последнего раздела Польши, вместе с Варшавой. И полякам, и финнам российские власти разрешили оставить государственные институты. Больше всего и лучше всего было развито Финляндия. Она имела своего премьер-министра, она имела свою парламент, она имела свою полицию, она имела даже свою армию до 1914 года. И она имела огромное количество газет на национальных языках. И все это, как бы вот вкупе, она давала Финляндии вот такой особый статус. И такой статус захотели все остальные национальности, которые проживали в Российской Убрии. И тогда появилась идея туркестанской автономии. А вместе с ним целое движение. Это в основном в нашей казахстанской истории его подают как история партии Алашарда. На самом деле история партии Алашарда – это всего лишь навсего одно из направлений движения джадидизма. Джадидизм – это западные исламисты. Его идеологом был Исмаил Гаспринский. Это крымский тюрк, крымчак. Одним из самых первых, которых понял, что ислам и западные европейские страны, они должны найти друг другу подход. И исламская элита должна быть едина с европейской элитой. Конечно же, перед ним стоял пример Османской империи, в котором нашлись тенденции и тренды, которые сближали Османскую империю, даже в тот период, в период его обрехления, с западными европейскими странами. И позволял им говорить на одном языке. И вот эта тенденция сближения Востока с Западом, сближения исламских элит с западными элитами, вот эти идеи стали господствующими для этих людей. И они жизнь положили для того, чтобы вот эти идеи воплотить в какие-то политические формы. Что мы можем говорить об источниках и историографиях? Источники – это, конечно же, огромное количество документов, которые имеют отношение к этому периоду. Прежде всего, это материалы Первого Всеказахского съезда и Второго Всеказахского съезда, которые состоялись перед Первой Русской революцией в 1905-1906 годах. Там тоже были свои идеи впервые провозглашенные. Это материалы Первой Государственной Думы, в котором было пять казахов, казахов-депутатов. И те идеи, которые они выдвигали. Это материалы уже Февральской революции. Непосредственно одним из организаторов Февральской революции был Алихан Бухиханов, как член в том числе и масонского движения. И те материалы, которые выпускались в временном правительстве в отношении Туркестана и управления Туркестанским краем. Вот эти документы, они играют очень большую роль. Для того, чтобы понять это движение. Источниками являются документы так называемого киргизского правительства. То есть правительство, которое находилось в Симе-Палатинске с весны 1917 года. С момента уже образования собственной партии Алаш-Рады. Но у нас в документах, мы любим его называть правительство Алаш-Рады. На самом деле, на самом деле, правительство называлось в документах киргизское правительство. Это уже потом, в 70-х и 80-х годах, историки договорились. Для того, чтобы отвечать его от киргизского правительства, которое, собственно, находилось в Бешкеке, давайте будем называть это правительство Алаш-Рады. А так в документах, когда вы будете смотреть, имейте в виду и смотрите на контекст. О каком киргизском правительстве идет речь. Если кто-то будет заниматься в будущем этой проблематикой. Что касается историографии. Самая первая работа, которая имеет отношение к Алаш-Раде, и она очернительская работа, хотя считается исследовательской, это работа Мартиненко 1925 года. В нем Мартиненко полностью и впервые показал негативно сторонников этого движения. Показал их, будто бы что они ультравационалисты, ультрашивинисты. Вот с этого момента данная книга и последующие потом публикации, они стали роковыми для движения джидидистов и, конечно, для движения Алаш-Рада. Все это повлекло в будущем. Репрессии, конечно, это не только из-за книги Мартиненко, это репрессии были, большевики, в принципе, понимали, что Алаш-Радцы, они не могут быть полностью большевиками в силу социального происхождения и понимать цели и задачи, которые есть. Они поступили очень подло под нашими книгами. Недавних союзников они просто-напросто начали уничтожать. И отсюда это огромный материал, который хранится в недрах КГБ и КНБ нашей страны. Нашей страной, России и России. Архивы КГБ и КНБ до сих пор до конца не раскрыты. И туда попасть очень-очень трудно, только по специальному разрешению. Поэтому я думаю, что открытие по этому движению еще впереди. Очень много новых открытий. Особенно об его позднем этапе. Практически для советского времени изучение этого движения было запретным. Считалось, ну что изучать это шовинистическое движение? Оно вредно для коммунистического воспитания молодежи и все такое. Поэтому, в принципе, стоял такой негативный запрет на изучение этих материалов. Но наши историки, они начали этим материалом интересоваться еще в 70-е годы. Наш величайший академик Несну Пирисов, наш историк Когильдиев, они еще в то время, когда занимались теми диссертациями, которые они в тот момент писали, им случайно попадались еще те или иные документы, которые имели отношение к истории Аллаш. И они были совсем другими, чем так, как их учили учильники и так, как их учили на исторических факультетах Советского Союза. И эти материалы совсем по-другому показывали это движение. И они тогда начинали понимать ту величайшую ложь, которую советская власть распространила на данное движение. И начали потихонечку, потихонечку это изучать. И они дождались этого времени. Время, вот, перестройки. И именно во второй половине 80-х годов они начали публиковать материалы подвижения Аллаш. Появились исследования подвижения Аллаш. И пик этих исследований, конечно, приходится на нулевые годы. Именно в этот период, наверное, масса. И теперь исследование движения Аллаш-Арда и джедидов, и движение джедидов, как обще-туркистанские явления, является частью, ну скажем так, приоритетного направления в историческом исследовании Казахстана. Что мы можем сказать о месте движения Аллаш-Арда и джедидовании Казахстана? Еще раз хочу подчеркнуть, что эти люди, во-первых, прежде всего, не были шипинисты. Они, наверное, за них говорят хотя бы то, что и Алихандуки Хан, и Ахмед Байдар Сун, и другие видные деятели, они были женаты на русских дворянках. На передовых женщинах того времени. В принципе, их идеи не выходили за рамку автономии. Только в 1917 году они начали задумываться о вопросах получения полного суверенитета, полной независимости. Именно в этот период, на материалах первого Всехазарского съезда, эти идеи получают свое развитие в выступлениях участников и самих организаторов этого движения. У Халилова Досмухамедова, у Жахаджа Досмухамедова и другие деятели. Но, надо сказать, что казахское правительство, которое находилось с ними в Палатинске и Джибите, они не смогли стать крупным военным фактом в гражданской войне. Из-за этого они были вынуждены искать все время союзников. Первым они начали его искать у большевиков, потом у Белого движения, потом снова возвратились к большевикам. И в конце концов, все это очень плохо закончилось для них. Но все равно история этого движения, она величайшая. Они впервые уже на новом уровне подняли вопрос о колонизации Казахстана. И в частности, аграрный вопрос. Они стояли против переселения русских и украинских крестьян на территории Казахстана, так как это приведет, говоря современным языком, к депопуляции казахов. И действительно, оно чуть таковым не стало, если бы не крушение Советского Союза. И это место, место Алашевцев в истории Казахстана, в истории нового времени, оно еще предстоит нам изучить, исследовать на семинарских занятиях, на других темах. Я хотел бы обратить Ваше внимание на вопросы для закрепления. Эти вопросы для закрепления нужно будет изучить. Ответы на них можно написать на электронную почту. Или мы их обсудим еще на семнадцатом занятии. Нажмите на паузу и перепишите вопросы для закрепления. Спасибо за внимание. Сегодняшнее занятие завершено. Встретимся на следующей лице. Встретимся на следующей лице.